здравствуйте дорогие друзья с вами программа размова и мы продолжаем говорить о любви перед тем как мы перейдем к той теме которая сегодня как мне кажется достаточно важно я хотел бы сделать такую небольшую ремарочку по поводу вообще наверное христианского общения потому что сегодня наше общение по большому счету духовное общение она сводится наверное больше к когда религиозной тематике нам кажется что чем более высокопарно чем более пафосно чем более мы употребляем всевозможных высоких по нашему мнению слов тем мы более духовно выглядим но к сожалению раз за разом это становится все более гротескным смешным и зачастую теряется даже наверное интерес к тому что мы говорим или утверждаем именно по этой причине мне очень хочется чтобы вот какие-то вечные сильные очень важные истины доносились просто поэтому я назвал эту программу размова разговор беседа нам кажется что нужно быть проще нужно говорить выражать свои мысли таким языком на таком уровне чтобы каждый мог не просто даже знаете понять но где-то даже поучаствовать этом разговоре сожалению видеоформат не позволяет иметь нам живое общение но в то же время очень хочется чтобы это не напоминало проповедь такую знаете атакующую мотивирующую направляющую предложение к размышлению предложение к взаимоотношениям предложение вместе подумать поразмышлять на определенные темы и так сегодня я хотел бы поговорить о о любви продолжить этот разговор о любви только уже говорить нисколько любви бога не абстрактно любви а о той любви которая должна быть частью нашей жизни особенно учитывая то что мы называем себя христианами особенно говоря о том что мы с вами люди посвятившие своей жизни иисусу христу каждый день я сталкиваюсь с разными людьми каждый день у нас происходят либо это хорошие встречи приятные беседы так и какие-то негативные вещи взаимные какие-то обвинения столкновения непонимание недопонимание и мы с вами каждый день попадаем в такую ситуацию когда проявление любви становится не очень простым занятием и нам нужно с вами приложить определенные усилия для того чтобы ее проявлять так вот сегодня я хотел бы поговорить о том что любить мы должны абсолютно всех людей нравятся ли нам не нравятся разделяем их взгляды или нет понимаем их или нет насколько эти люди нам приятны или неприятны не играет роли смотрите что говорит иоанн 1 иоанна 4 глава 8 стих кто не любит тот не познал бога потому что бог есть любовь обратите пожалуйста внимание что апостол не говорит о том что кто не любит братьев а кто не любит своих кто не любит там каких-то на неважно кого на самом деле то есть хороших или плохих правых неправых он вообще говорит тот кто просто не любит на мой взгляд вообще тема любви она последнее время я сейчас не говорю о божьей любви до том что бог нас любит наше умение способность принять эту любовь понятие я имею ввиду горизонтальные отношения любви в церкви между церквями между отдельными людьми вот эта тема сегодня она как никогда актуальна потому что общаясь я постоянно слышу одну потрясающую идею я не обязан любить я никому ничего не должен я не должен прощать я не должен принимать недавно я вообще услышал потрясающую фразу а какой смысл нам искать примирение и продолжать любить мы уже все забыли кого мы любим почему мы это делаем и делаем ли мы это вообще сегодня это очень важно тот кто не любит тот человек который не проявляет любовь он не знает бога как бы мы с вами не говорили чтобы мы с вами не утверждали каким образом бы мы себя не вели на показ может быть занимаем какую-то позицию церкви возможно мы даже достаточно известны или достаточно мягкие красивые пушистые но если мы кого-то не любим мы не являем бога то есть мы не понимаем его я не побоюсь этого слова мы его просто не знаем по крайней мере так как мы его должны знать очень часто я слышу выражение ну он же нам не брат часто сталкиваемся с такой ситуации знаете когда человека выводят за стан то есть говорят но он нам не брат и поэтому мы можем поступать с ним будем говорить не по любви мы можем его огорчать мы можем его не прощать как выражается сегодня христианское непрощение оно не в том что мы говорим я не прощаю этого брата нет оно заключается в том что мы как бы ожидаем инициативы со стороны согрешившего человека мы ожидаем что этот товарищ он придет упадет в ноги начнет каяться начнет вот демонстрировать всячески свое унижение свое вот вы знаете вот вот как прах рассыпется перед нами и тогда мы с высоты нашей праведности скажем я тебя прощаю мы ожидаем инициативы со стороны на наших оппонентов мы ожидаем что они будут проявлять инициативу в то время как писание учит что любящий человек он ищет пути достижения мира он учит ищет пути достижения гармонии в за во взаимоотношениях мы ожидаем что придут к нам то время как библия говорит если ты любишь ты идешь ты ищешь примирение ты предлагаешь мир по крайней мере таким образом поступил господь помните как написано он открылся тем кто его не искал не ищущим мы были не ищущими мы не стремились к прощению мы даже вообще в принципе не понимали что мы в нем нуждаемся бог отдал сына своего воскупления наших грехов и открылся нам не богом карающим не богом поражающим а богом приносящим великую жертву ради тех людей которые не думали о нем в то время как мы поступаем совершенно наоборот мы видим человек который согрешил и мы ожидаем что до него каким-то образом дойдет и он покаяться но некоторые идут дальше мы пытаемся всячески до этого грешника донести мысль о том что он грешник мы его не любим недостаточно признать человека грешником и недостаточно признать его не братом для того чтобы прекратить любить вообще по большому счету друзья я могу сказать вам одну банальность которую мы почему-то постоянно пропускаем мимо ушей не думая об этом бог не оставил нам ни одной лазейки в писании чтобы мы могли не любить нет ни одной категории людей нет ни одной категории ситуации нет вообще ничего никакого объекта дышащего и живущего который мы могли бы не любить не существует я не имею ввиду дьявола я имею ввиду мы опять же говорим да горизонтальных взаимоотношениях если мы живем в этом мире мы обязаны любить врагов мы обязаны любить тех кто нас обижает мы обязаны не просто любить но и благотворить тем кто нас преследует бог в своем слове возложил нас на эту эти обязанности и у нас нет никаких извинений единственное помните писание говорит не будьте должным никому ничем кроме взаимной любви и так любовь является не просто пожеланием бога любовь это то что бог вменил в нам в долг мы не должны жертвовать мы не обязаны ходить на все богослужения мы не обязаны слушать все проповеди мы не обязаны делать какие-то вещи даже когда речь идет о заповеди писание говорит старайтесь исполнять но как только речь заходит о любви писание говорит должны 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 итак если вы видите человека который является вашим врагом если вы видите человека который не дружелюбен в отношении вас у которого есть достаточно может быть оснований даже вас не любить и у вас есть достаточно оснований не любить этого человека все должны его любить я вас очень хорошо понимаю мы очень часто не находим внутри себя в своем сердце не то что сил а даже наверное где-то должны мотивации любить но это совершенно не означает что бог не ожидает от нас от любви я думаю что каждого христианина когда мы сталкиваемся с ситуацией когда мы кого-то не любим внутри тебя появляется горечь вот это огорчение что ты не смог выразить проявить то что должен проявить почему мы должны любить абсолютно всех людей потому что во первых это исполнение писания вообще любовь это квинтэссенция закона потому что смотрите что говорит христос на горной проповеди 44 стих 5 главы я говорю вам любите врагов ваших благословляйте проклинающих вас благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас нет ни одной категории людей которая была бы в вне рамок божьей любви вне рамок божьей любви которую мы с вами должны проявлять смотрите римлянам 13 8 павел пишет не оставайтесь должными никому ничем кроме взаимной любви потому что любящий другого исполнил закон любовь является такой квинтэссенция закона то есть когда мы любим мы не желаем человеку зла мы не желаем ничего из его дома мы не желаем его жены его осла его поля вообще не желаем ему причинять какой бы то ни было вред когда мы любим это как фундамент что ли знаете как некое такое основание для того чтобы поступать правильно не потому что в некоем кодексе это записано а потому что это прописано в твоем сердце любовь любовь это то что будет двигать нас да и двигает на к чему-то доброму когда вы любите человека вам же не хочется у него что-то забрать каким-то образом причинить ему вред напротив вы хотите защищать оберегать наполнять его жизнь чем-то добрым хорошим по-настоящему интересным радовать в конце концов когда мы с вами любим и любим по-настоящему мы не переходим границы писания опять же не потому что библия говорит вот не поступай так не делай этого а ты сам этого не хочешь у тебя даже вернее даже нет никакой мысли это делать у тебя нет желания и это даже не пролетает мимо тебя причинить какое-то зло если ты случайно где-то кого-то обидишь то достаточно быстро и вполне легко идешь на то чтобы попросить прощения вообще любовь это такое состояние в котором легко жить я бы даже сказал просто жить потому что когда мы живем в любви нет никаких сложностей не никаких условностей ты воспринимаешь все правильно ты не видишь человеке проблем ты не видишь в нем недостатков да мы можем назвать это розовыми очками но мне кажется что именно господь эти розовые очки нам и дал итак мы должны любить всех нет никакой категории людей которые оказались бы вне этой любви если мы с вами меряем мир рамками писания бог не оставил для нас никого кого можно было бы вытолкнуть за рамки писания не враги не какие-то там люди которые что-то против нас сделали не какие-то люди которые поставили даже целью своей жизни нас преследовать не какие-то люди которые не разделяют наши убеждения они не могут быть нелюбимыми ведь на самом деле читая историю глядя на то как происходило вот развитие христианства побеждала не тотальная евангелизация не взрыв евангелизации не какие-то знаете вот схемы направления а побеждала простая любовь когда тертулян говорит что кровь христиан это семья христова представляется знаете вот наполненные колизеи куда римские правители собирали христиан инсценировки были там каких-то спектаклей знаете когда там взятие карфагена например да христиан представляли жителями карфагена римских легионеров играли гладиаторы которые врывались значит на арену убивали всех и это не было постановочные сцены реально убивали людей но христиане при этом полностью ломали весь сценарий всех этих постановок потому что они начинали молиться они начинали петь они на они право сглашали кричали чтобы их слышало как можно больше людей что они прощают тех кто их убивает и это производило невероятное впечатление сегодня мы пытаемся производить впечатление на людей нашим каким-то вот внешним нашим показным нашими зданиями нашими проповедями нашими какими-то одеждами ритуалами нашими добрыми делами когда добрые дела продиктованы не любовью а продиктованы желанием произвести впечатление правильное впечатление чтобы завоевать некие авторитеты расположения людей чтобы рассказать им евангелие мне кажется это больше похоже на лицемерие и мне кажется неважно что являлась его мотива этим мы занимались рождественскими подарками наша церковь и однажды вот зимой нашли эти детские утренки буквально один за одним заканчивался один начинался другой и я шел в дом молитвы и навстречу мне шли две женщины с детьми которые вышли из нашей церкви они несли подарки дети шли рядом обнимая эти коробки были счастливы но две женщины они шли и поносили церковь как могли и знаете внутри меня поднялась такое негодование как можно вы были в церкви получили подарок вы получили какой-то там утренник был да то есть какие какие-то эмоции дети просто невероятно рады эти две женщины были нереально раздраженными и мы им не нравились и они готовы были высказать это кому бы то ни было все свое раздражение и я подумал что я ведь не думаю сейчас о них хорошо я не думаю о них в любви не меня раздражают сделали им доброе они не благодарны но я подумал ведь мои дети они часто бывают неблагодарными мы делаем им добро и они иногда даже не говорят спасибо но негодование внутри не появляется я вдруг понял что я не люблю этих людей а значит я не могу им служить и это был переломный момент я начал думать об этом вот послушайте дорогие главное любовь как бы банально это не звучало главное это любовь нет людей которых мы не можем не любить мы должны любить всех нет людей кого мы можем просто отвергнуть нет людей которых можно выкинуть из круга любви есть те кого мы не можем вместить возможно они нас ранили возможно эти люди действительно поступили с нами неправильно не хорошо некрасиво хотя знаете очень часто разговаривая с обиженными людьми мы приходим к определенному выводу который говорит о том что ну не так тебя сильно и обидели как ты обиделся ты додумал позволил дьяволу множить эту обиду он с радостью это делает но когда мы начинаем разбираться знаете один брат у нас был он очень сильно на меня обиделся и много-много лет он носил эту обиду называя меня самым большим злом его жизни и когда выяснили в чем была причина потому что многие годы так и не понимал чем я его обидел оказывается когда он был у нас церкви здесь у него пропали плоскогубцы которые он подумал что пропали за меня большая проблема бывает рождена маленькими какими-то причинами которые можно было решить буквально одним разговором когда мы обижены когда мы ранены когда у нас возникают определенные эмоциональные духовные проблемы мы не способны бываем любить наше сердце не способно вмещать людей нам легко любить тех которые далеко нам легко любить тех которые любят нас нам легко любить тех которые не причиняют нам проблем. Но как мы с вами научимся по-настоящему любить, если рядом не будет тех, кто не любит нас? Ведь это и есть та самая тренировка любви. Когда ты любишь обижающего, когда ты любишь того, кто должен тебе, когда ты прощаешь, когда ты переступаешь где-то через себя, там, где ты ради проявленной Божьей любви перешагнешь через свою гордость, через свою обиду, через свои амбиции, через свою боль. И я совершенно не говорю, что это просто. Это трудно. Но подождите, друзья, когда мы грешили, вы представьте, против нас с вами согрешило там несколько людей, но против Бога согрешили все. Все его дети, все его творения, те, в кого он вложил всю свою любовь, все свое творчество, все свое естество. Отвернулись от него? И он послал сына своего. И я думаю, это не было, знаете, такое простое решение. Это было трудно, но он сделал это. И я думаю, что настоящая любовь, это когда ты смотришь на человека, который обижает тебя, тот, которого может быть по-человечески, не стоит даже подпускать на пушечный выстрел, но именно его нужно любить. именно он сегодня нуждается в этой любви. Именно этот человек сегодня объект евангелизации, евангелия любви. Это то евангелие, которое почему-то в последние годы все тише и тише звучит из уст Церкви Христовой. Мы готовы программы делать, концерты, большие какие-то мероприятия, простые вещи. Просто любить, просто принимать, перестать преследовать, перестать говорить гадости, перестать вообще негативно говорить о ком бы то ни было. Это и есть проявление Божьей любви ко всем. Еще одна вещь, и она, на мой взгляд, тоже важна. Смотрите, Павел в 13 главе 1 Коринфян напишет, любовь никогда не перестает. Настоящая любовь, она навсегда. Очень часто, знаете, когда семейные пары особенно приходят на консультацию, они говорят, вначале мы друг друга сильно любили. Просто души друг в друге не чаяли. Но потом этот сделал то, она поступила так, и любовь куда-то делась. Друзья, любовь никуда не уходит, если она есть. Кто-то будет говорить, ее нужно хранить, ее нужно возгревать. Да, она может угаснуть, да, она может остыть, но подождите, она всегда есть. Если ты любишь, ты будешь прилагать усилия. И знаете, трудно любить врагов. Я могу так сказать, мой личный опыт говорит о том, что твои враги скорее всего никогда это любви не оценят. Но любим мы не для того, чтобы кто-то оценил нашу любовь. Любим мы, потому что мы хотим, чтобы это стало частью нашего характера, частью нашего естества, частью нашей жизни. Любовь никогда не перестает. Любовь невозможно остановить. И может быть, знаете, приходит такой момент, когда вы говорите, я устал, я много вложил в это, я много сделал, но этот человек или эти люди, они не воспринимают это, они не хотят это делать. Подумайте вот о чем. Возможно, вы годами стучались в это сердце. День за днем, год за годом вы стучались в дверь вашего врага, проявляя свою любовь, проявляя терпение, проявляя прощение. И этот человек не ценил это. Но, послушайте, никакое слово Бога, оно не может быть бесплодным. Так написано. Я также уверен в том, что никогда не бывает так, чтобы любовь оказалась бесплодной. Любовь всегда достигнет своей цели. Может быть, не во всех, и может быть, не так быстро. Но подождите, на сегодняшний день христианство, движимое Божьей любовью, начатое великой жертвой Иисуса Христа, это большинство, на данный момент большинство людей на земле. Послушайте, истинная любовь, она завоевывает сердце за сердцем. И когда вы устанете проявлять любовь, когда вам покажется, что все, хватит, больше не буду, подумайте, что, возможно, этот человек стоит прямо сейчас под ту сторону двери и намеревается открыть ее, а вы уйдете, а вы бросите, а вы прекратите. Мне кажется, что очень часто мы ходим по кругу именно потому, что мы устаем. Не уставайте любить. Любите всех, любите каждого человека. Если вы не можете это делать, то это повод воззвать к небесам, начать искать откровения, просить у Бога расширить ваше сердце, чтобы эти люди, они поместились внутри. И да, они будут причинять вам страдания и боль. Они будут неблагодарными, они будут невнимательными, они не будут ценить то, что вы делаете, но ведь вы делаете это не сколько для них, сколько потому, что вы их любите. Потому что любовь это решение. У меня, знаете, такое чувство, что когда Бог помещает нас в определенную компанию, в определенное окружение, он помещает нас, знаете, как свет, как тепло, как любовь. Когда мы с вами попадаем в команду людей, в компанию людей, мы приходим туда не для того, чтобы нас приняли и нас любили, а для того, чтобы быть светом и проявлением Божьей любви в их жизни. И я хочу, чтобы вы были благословением для тех людей, которые вас окружают, включая ваших врагов. Я буду молиться о том, чтобы вы стали любовью, проявленной, явной, откровенной любовью Бога в жизни тех людей, которые вас окружают. И видели себя как апостолов любви, посланных на эту землю, чтобы люди увидели реальную Божью любовь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова